Парламентарий ЗАГСа судится со Смольным из-за могил. Депутат Андрей Анохин требует от КГО взять под охрану все захоронения героев СССР в Петербурге. В комитет по охране памятников парламентарий обращался уже дважды и оба раза получал отказ. Андрей Анохин требует поставить на учет все захоронения героев СССР, России и полных кавалеров Ордена Славы. Могилы героев, считает Андрей Анохин, остались без статуса памятников по вине профильного комитета, который, по словам депутата, умело жонглирует трактовками федерального закона. В реестр объектов культурного наследия могут быть включены выявленные объекты со времени возникновения или с даты создания которых, либо с даты исторических событий, с которыми такие объекты связаны, прошло не менее 40 лет. Проблема в датах. Комитет за отправную точку берет год смерти героям правозащитники – время совершенного им подвига. Депутат считает, ведомство попросту не желает брать на себя работу по охране этих захоронений. Была фальсификация, они выезжают на экспертизу, смотрят, как выглядит захоронение, но не поднимают исторических справок никаких, в чем подвиг, как он был совершен. Вот, нежелание, нежелание работать к агеопе. В прошлом году депутатская инициативная группа выявила в Петербурге 25 могил, в которых захоронены герои Советского Союза. И все они оказались заброшенными. Именно потому, что они не были включены как объекты культурного наследия. Родственники умерли и они были в плачевном состоянии. Определенных успехов парламентарий уже добился. Недавно суд принудил комитет пересмотреть решение по пяти захоронениям. Но останавливаться депутат не намерен до тех пор, пока охранный статус не получат все 500 захоронений героев Советского Союза, России и полных кавалеров Ордена Славы. Редактор субтитров А.Семкин